Всем привет, друзья! С вами снова Денис Кухта. Возможно, кто-то меня в этой маске не узнал. Но такова сейчас на данный момент жизнь и ситуация, которая сложилась не только в Европе, но и по всему миру. И с вчерашнего дня я хожу в маске для своей же безопасности и выгуливаю, выгуливаю роки. Вот наш Рочки, который не любит сниматься. Посмотрите, какой красавец. Сегодня он одет, потому что с утра еще прохладно. У него такая вот кофточка. И мы с ним здесь гуляем, любуемся пейзажами. Да, Роки? Пошли. Нету никого. Вот одна женщина еще тоже вышла с собакой. Метро работает. Но людей практически нету, хотя сегодня рабочий день. Мало машин. Нету никаких пробок. С сегодняшнего дня еще больше ожесточили законы, правила выхода на улицу. Как мы уже все знаем, выходить на улицу можно только, если ты идешь за продуктами, если ты идешь в банк, и это необходимо, или так же, если ты идешь в аптеку. Ну и, конечно, сделали исключение для тех, у кого есть собачки, как вот мы сейчас гуляем. Морган. И получается так, что собачники тоже имеют право выгулять своих собачек и сидеть дома. Обязательно нужно сидеть дома. Обязательно нужно придерживаться всех правил, если мы хотим, чтобы побыстрее, чтобы побыстрее это все закончилось, и народ смог опять жить нормальной жизнью. Комшон, Роки, дубисоль андзам. Такой медленный, никуда не спешит. Как и я сейчас тоже. Что, Рочки? Что, мои Рочки? Кофточку давай тебе поправлю. Давай тебе поправлю кофточку. О, какой красавец у нас. Роки, камон, камон, бэби. Пошли гулять. На самом деле, он со мной не очень хочет гулять, потому что я с ним очень редко гуляю. Но сейчас, второй день, выхожу уже, сроки прогуляться и немножко посмотреть, что здесь происходит. Родители сидят дома. Я сказал, ни в коем случае не выходите на улицу. Ближайшую хотя бы эту неделю. Потому что, как наш премьер-министр сообщил и все правительство, и министр здравоохранения, что эта неделя и последующая неделя это будет пиковая неделя. И если не принимать никакие меры, в Австрии может заразиться этой ужасной болезнью уже 10 тысяч человек за одну неделю. 10 тысяч человек. Поэтому все сидят по домам. Многие фирмы закрылись. Закрываются отели. Уже закрылся даже Берго Кинг. Вы видите, вот перед нами Берго Кинг, который с 1954 года, да и он уже закрылся. Все позакрывалось. Здесь работают, кстати, еще заправки. Бензин, дизель у нас подешевел, как и везде. И сейчас дизель стоит 1 евро, а бензин евро 5 центов. Именно сейчас я смотрел эти цены. Пустые едут трамвайчики. Я вижу только двоих человек в трамвае. Но общественный транспорт работает как часы. Немножко с большим интервалом, но приходит все вовремя. Не знаю, куда хочет Рокки. Что-то он не очень хочет со мной гулять. И это было как вчера, так и сегодня. У него есть какие-то свои маршруты. Кстати, здесь курсирует также метро. И есть пару машин, но это очень мало машин. Людей нету вообще нигде. Как вы видите, 2-3 человека. Для столицы Австрии, где 2 миллиона человек, это страшновато. Рокки, come on. Пошли дальше гулять с тобой. Пошли погуляем, посмотрим все и пойдем домой пить чай. На вчерашний день к сожалению, уже заболело этим вирусом 1018 человек. Впервые в Австрии число заболевших перевалило за тысячу. и, к сожалению, пока количество человек, зараженных человек растет. Растет, с этим борется правительство. Все меры уже сделаны. Не знаю, что еще может быть, чтобы придумало правительство. И карантин, и все, все, все. И вот такая вот сложилась ситуация. Мы сейчас срочно направимся дальше, прогуляемся по кругу. Вот так вот. Все это, конечно, печально. И до этой поры не верится, что это с нами происходит в наше время, в 21 веке. Это, конечно, стремно. Комшин, Рокки. Комшин. Ну, вот так он гуляет. Каждый кустик он нюхает каждую травку. Никуда не спешит. Есть пару собачников, которые ходят с своими потомцами. И все. И пару машин. Кстати, с сегодняшнего дня отменили полностью уплату за парковки на улице. То есть, это называется по-немецки Курцпаркзона. Ее отменили. И в целях того, чтобы народ не садился на метро, а мог добираться на работу на своем автомобиле. На своем автомобиле правительство посчитало, что так будет намного безопаснее. Поэтому по всей Вене с сегодняшнего дня бесплатная парковка. Но, честно скажу, ехать никуда не хочется. И нельзя. Надо сидеть дома на карантине. Поговаривают, что за это даже может быть штраф. И если ты не будешь соблюдать карантина и просто шастать по улице, штраф может быть до 2180 евро. До 2180 евро. Комшон Рокки. Ох, этот Рокки. Конечно, он привык гулять с мамой и с папой. Со мной ему как-то непривычно. Да, он и не хочет со мной идти. Я его тащу, тащу, а он ни в какую. Отменили марафон, который здесь должен проходить. Всегда я здесь смотрю марафон. Один из самых крупных Европы. Все отменили. Ну и будем надеяться, что скоро это все закончится и мы сможем жить опять как жили. К сожалению, статистика говорит, что уже три человека скончалось в Австрии от коронавируса и на вчерашний день 1018 заболело. Сильнее всего пострадал Тироль, федеральная земля Тироль, где горнолыжные курорты, а также и Нижняя Австрия, ну и Вена само собой. Такие вот трамвайчики у нас ходят новенькие. Запустили недавно такие вот красивые трамваи, но они тоже пустые. Вот еще люди бегают, хотя просят даже не уходить на улицу, не гулять и не бегать. Но некоторые еще не до конца осознают, насколько серьезная ситуация, но это малость. А так, как вы видите, австрийцы, венцы очень дисциплинированные, слушают свое правительство и выполняют все, что правительство предпринимает в целях безопасности себя, ну и своих окружающих и вообще окружающих людей. Сегодня с утра прохладно, я даже одел такие перчатки, чтобы не замерзнуть. С утра прохладненько, хотя уже были дни, плюс 20 днем, плюс 20 днем, сейчас немножко похолодание, но солнечная, красивая погода, весна на улице, хочется гулять, хочется отдыхать, сидеть в кафешках, но пока с этим мы подождем, друзья, мы подождем для нашего же блага. Закрылись уже даже площадки, позакрывались площадки, где раньше играли, баскетбол, волейбол, детские площадки закрылись, закрываются парки и закрываются вот такие вот клетки, это называется кефик, клетка, наверху тоже натянута сетка, и это тоже все закрывается, друзья. Окей, Рокки, гемо вайта, ангямо, ангямо, здесь видно, что можно играть волейбол, натянута сетка, там дальше баскетбол, здесь дорожка для велосипедистов, но велосипедистов тоже очень мало, практически нету, пару человек проехало. Что-то он еще ищет, он не совсем хочет домой, вот уже все расцветает. Евросоюз закрыл уже свои границы полностью сегодняшнего дня, границы Евросоюза закрыты, плюс закрыты границы практически каждой страны, везде ведется контроль и вот такая вот ситуация. Уже как расцвело дерево, посмотрите, как расцвело дерево, вишня, уже цветет вишня. Рокки такой маленький, но его тащить это очень трудно, он такой сильный, что его очень трудно как-то сдвинуть с места, я никогда не думал, что такие маленькие собачки, такие упрямые, такие сильные. Я надеюсь, что вам хоть немножко слышно меня, то, что я вам рассказываю и показываю. Пошли, Рокки, дальше. Come on, baby. Вижу, остановилась полиция с той стороны там. Женщина с палатка спустила собаку, и собака бегала сама по себе, достаточно большая собака, и полиция остановилась, и уже сейчас будет выписывать штраф. Я знаю, будет видно или нет. Вот там стоит полиция, вот там далеко, и все, уже подошли к женщине, сейчас выпишут штраф, что она отпустила его с поводка, и за это, конечно, предусмотрен штраф. Такого нельзя делать, поэтому всегда поводок должен быть в руках, и собака должна быть на поводке. Ничего не происходит, потому что все сидят по домам, только три собачника гуляют, газеты разобрали, нет уже нигде газет, и пустые улицы, и это рабочий день. Но очень чисто, нету нигде мусора, как вы видите, практически нигде нету мусора, потому что людей нет, а службы работают, все убирают, поэтому мусора нет нигде. Сейчас вена очень-очень чистая, чистая, потому что не мусорят, ну и туристов нет. Посмотрите, друзья, позади меня площадка детская, где вчера еще игрались дети. Посмотрите, как пусто, только расцвела вишня или черешня, и вот такая вот пустота, и здесь все парки на замке. Все, не войдешь в парк, нельзя, запрещено. Все парки на замке, все детские площадки на замке. Это как-то очень-очень жутко. Это школа, это детский садик. Вот такая вот ситуация сейчас в Австрии. Ну, я надеюсь, что меры, которые приняло наше правительство, в первую очередь, премьер-министр Себастьян Курц и все остальные, это правильные меры. Пересидим и все будет хорошо. Очень я на это надеюсь, как и все во всем мире, что это скоро закончится. Главное не нарушать, сидеть дома, мыть руки, предохраняться, ходить с маской, если это необходимо, выходить на улицу, а так немножко надо посидеть дома, почитать книги, переделать все домашние дела, а их наверняка насобиралось очень много, а мы с Рокки идем уже потихоньку домой. Рокки не хочет идти домой, и он сказал, я еще хочу погулять, такая погода классная, свежий воздух, я хочу еще гулять. Кстати, пока нету подтвержденных случаев, что этот вирус передается от человека к животному или от животного к человеку, пока такого подтверждения нет, и это очень хорошо. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться, иду домой отдыхать, иду домой пить чай, монтировать это видео, буду вас держать в курсе всех событий, и буду рассказывать, что делает правительство Австрии, как живут венцы на данный момент, постараюсь снимать видео раз в день или раз в два дня, поэтому, кому интересно, подписывайтесь, кому интересно будут какие-то вопросы у кого-то есть, пишите, я все подскажу, расскажу, и всем отвечу, а я буду с вами прощаться, но ненадолго, буквально на один денек, все, увидимся очень скоро, до новых встреч, друзья, пока! Пока!